У экологов есть несколько версий, откуда в зале Волги попало едкое вещество. Рядом два промышленных предприятия. Сотрудникам природоохраны прокуратуры теперь предстоит выяснить, кто испортил воду. В настоящее время выявлен сброс неочищенных сточных вод с территории организации ВСК-2000. Отобраны пробы. По результатам отобранных проб будут приниматься меры административного воздействия. За допущенное нарушение при наличии оснований нарушителям грозит штраф от 50 до 100 тысяч за самовольное занятие водного объекта без специального разрешения, а также за загрязнение водного объекта от 40 до 80 тысяч. Мария и ее подруга Людмила каждое лето проводят в Атарах и спасаются от зноя купать в заливе. Сегодня не то что купаться, даже рядом с водой находиться невозможно. Неприятный запах распространился на всю округу. У нас бабушка видела, что вчера вода была фиолетового цвета, а сегодня выходим, хотели искупаться и увидели вот эту картину, напугались, если честно. У нас и кулики здесь жили, дрозды у нас летают вот здесь постоянно. Сейчас вообще вот, смотрите, какая короста поверх воды, непонятно вообще, что вылили и неизвестно откуда. Откуда трубы идут, откуда что. Очень жутко смотреть на это. Всегда была прозрачная вода. Единственное, цветение, ну оно как болото, но вот такого никогда не было еще. Пока экологи не могут ответить, однозначно, что это запятно. Неподсчитанно ущерб нанесен окружающей среде. Чтобы такие преступления было проще раскрыть и найти виновного, в Министерстве экологии и природных ресурсов республики призывают граждан быть активными. Любые сливы в водоемы следует снимать на видео и звонить по телефону горячей линии 267-68-67. От обранной пробы воды экологи передадут в специальную лабораторию, где эксперты определяют, чем именно был загрязнен этот залив. Результаты анализов будут готовы в течение недели. Тем временем сотрудники природоохранной прокуратуры будут искать нарушителя того, кто слил здесь нечистоты. К слову, подобное здесь происходит не в первый раз. Из-за периодических выбросов в заливе погибли андаторы и бобры. Эльмир Гляхметов, Айгульни Замудинова, Роман Фенин, Телеканал, Эфир.